Растущему микрорайону новую школу. Жители Московского взволнованы нехваткой мест в 36-й гимназии. На этот раз наедине со своей проблемой родители не остались. В понедельник вечером инициативные жители смогли попросить помощи на федеральном уровне у депутата Госдумы Андрея Свинцова. Проблема, что называется, назревает. 36-я гимназия – единственная школа в микрорайоне, в котором проживают в основном молодые семьи с детьми. А значит, даже если сейчас проблема ощущается не так остро, вскоре может возникнуть настоящий коллапс. По микрорайону гуляют молодые мамы с колясками, с двойнями, ведущие за руку малыша, который уже ходит своими ногами и находясь в положении. Это здорово. По 3-4 человека в семье. Наша гимназия, к сожалению, построена в 1985 году, насколько я помню. И она не рассчитана на такое количество детей. И поэтому нам очень в московском микрорайоне необходимо дополнительное образовательное учреждение, либо пристройка к нашей гимназии, которая позволит обеспечить местами всех малышей, которые готовы обучаться и прийти к нам в первый класс. Но уже сейчас на 100 мест в первых классах гимназии более 300 претендентов. К сожалению, застроенный город не совсем планомерно с точки зрения образовательной инфраструктуры. То есть в некоторых районах города много школ стоит, буквально рядышком. Кстати, здесь у нас на Василевского три школы сразу подряд стоят. И есть школы прямо достаточно много образовательных объектов. Есть районы, где одна школа на большой микрорайон. Поэтому эта неравномерность сказывается. Родительское собрание не оставил без внимания и глава города. Владимир Шарыпов рассказал, что расширение школы запланировано. К основному учебному корпусу добавится пристройка. Это позволит дополнительно открыть 14 учебных классов на 350 мест. Участок под школу уже определен и уже заказан проект. Мы в ближайшее время ждем уже именно разработанный проект для того, чтобы иметь возможность заявиться с ним на федеральный уровень, попасть в федеральную программу по строительству общеобразовательной школы. Школьная проблема на контроле. Но это не означает, что депутат приехал зря. Есть другие вопросы, требующие скорой федеральной помощи. Например, девятая спортшкола, также расположенная в Московском, стала тесна для воспитанников. В ней тренируются несколько федераций. Залов не всегда хватает. Андрей Свинцов уверен, это решаемо. Я, с своей стороны, постараюсь обратиться и в правительство Российской Федерации, и в Минфин, к спонсорам, госкорпорациям, чтобы они еще, может быть, помогли построить дополнительный спортивный зал. Я вижу здесь огромное количество секций, причем дети не просто, скажем так, рядовые дети, чемпионы. И таким чемпионам нужны, конечно, великолепные залы, великолепные условия для тренировок. В Москве и в других таких крупных мегаполисах главная проблема – земля, негде строить. Здесь есть место, здесь есть земля. Я думаю, мы денежки совместно найдем. Депутат обещал следить за ситуацией. Если все удастся, московский микрорайон ждет перемены к лучшему. А, как известно, все лучшее детям. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.